так поставила воду на макароны и отмывала вот этот старую бабушкину штучку для пельмени поставила тоже сушиться пусть сохнет сейчас сварю макарошки с колбаской так дорогие друзья у меня дети как всегда много начистили картошки что я решила сделать тут я картошку смешала уже с фаршем да 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 ребята с фаршем не удивляйтесь хочу сейчас сюда разбить пару яиц надо же мне куда-то картошку людей потом добавлю себя перчиком черного добавлю красного разных перчиков добавлю также вот такая вот у меня баночка есть там всякие вкусные смеси перцев и как вы думаете что это будет это будет мясо картофельные драники так оксана дай мне ложечку пожалуйста будь добра оксана мне даст вилочку давай без разницы вообще не надо ножик не пони сейчас все это перемешаем можно конечно ручками не надо маша мне сейчас с тобой пельмени давайте обду руками руки все равно что у меня тут все дети представляете столпились это не пельмени это я буду мясо картофельные драники делать ну наподобие котлеток таких тут мясо я уже добавила сюда пельмени будем делать обязательно будем будете маме помогать пельмени делать машинка мне сейчас твоя помощь дочу нужна вот смотри открой вот эту емкость падает все у меня здесь места на столе мало и вот ванечка подожди маша бери ложечкой муку вот там ложечка внутри есть и посыпь сюда мне немножко муки давай прям посыпай 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 по всему по всему по всему чтобы она не так жидко было мы немножко с вами сюда добавим муки дальше скажешь ну пипец опять непонятно чего какое-то месиво делает так добавить не забывайте соли я немного добавила сейчас у меня как раз печка накалится и будем такие мясо картофельные драники делать просто меня дети очень много картошки начистили у меня для мантов хватит и остается еще много все сейчас сковородку накалим и будем с вами готовить вот такие вот драники если интересно оставайтесь с нами так первая партия мясо картофельные драники такие поставила муж за маслом входит а пока он ходит я положила сливочное масло просто у меня масло закончилось я думаю у меня запас есть оказывается запас закончится ладно жарим дорогие друзья мне в инстаграм написала моя подписчица Настя а вы в курсе что вы извините я относюсь что сфинксы очень дорогие животные особенно если вести к ветеринару да я в курсе представляете любое животное ведя к ветеринару вы понимаете что будет дорогое даже крысы вот я смотрю канал громогон вот они ветеринары идут просто даже посмотреть 45000 так что я ничему не удивляюсь да я знаю что они дорогие даже в корнюшки но я вот ему беру мы сразу заказывали корм премиум класса в принципе мы будем кормить его натуралка но корм сухой тоже будем брать по идее сфинксы они такие же как любые другие кошки да они аллергики сфинксы в плане того что у них очень часто на еду бывает аллергия я в курсе это все но вы бы видели как сейчас мои дети счастливы когда они с ним играют они вообще давно у меня просили котенка давно хотели поэтому они давно ждали его и к нему готовы были так да муж у меня сходил магазин взял вот такое масло ну 116 рублей 800 грамм что-то очень дорого мы всегда берем по идее в магните намного дешевле ну раз тут сейчас же не поедешь вечером магнит взял такой я еще буду рожки со спагетти варить ну как всегда у меня дети так любят поэтому буду их делать мои ленивые драники можно так сказать ленивые котлеты да жарятся готовятся так что я в курсе насчет этого котенка что любое животное ребята в плане лечения будет дорогой не обязательно это именно сфинкс будет дорогой нет не обязательно меня дети давно хотели я их не на еще одну мечту выполнила я не очень счастлива так что вот такие вот у нас дела ребята ладно продолжаю кушать надеюсь я на ваш вопрос ответила и насчет прививок я тоже в курсе всего обязательно будем все прививки ставить будем вам по мере возможности показывать но более подробно здесь мы будем так кратце говорить а более подробно проходите на канал жизнь домашнего животного подписывайтесь туда ссылочка будет обязательно в описании и оставайтесь там будет его сейчас скорее всего вести дети этот канал потому что им больше интерес него ладно я готовлю дальше кушать так показываю здесь у меня жарятся мои драники кавычках котлетки и макарошки готовятся готовим ужин так приготовила макарошки и вот такие вот драники в мясные можно сказать котлетки до мясо картофельные положила сейчас еще наверно по колбаске или вообще-то колбаску на завтра ставим завтра салат сделаем да так что сейчас котлетки на жарю это вот пока я наложила вани марине окси даю им кушать беда как говорится не приходит одна у меня что-то случилось со стиральной машинкой 3 часа половые тряпки стирает мужа попросил еще будет вот делать что-то ее она что интересно она крутит пена все есть но она не сливая 3 часа 30 минут на режим стирает очете тазик пока не надо потом будешь проверишь сейчас он включил режим отжима проверить может отожмется чё 3 часа машинка уже стирается а толку вообще никак посмотрим будем надеяться что починить иначе потом придется новую машину покупать так дорогие мои друзья начинаем заниматься фаршем первую очередь моем руки так здесь у меня перекручен лук свиной фарш и куриный фарш сейчас мы его хорошенько перемешаем чтобы одно стало однородным потом добавим сюда соль перец черный перец красный смесь перцев и все будем тщательно перемешивать маша помогание сюда добавляй соль так все фарш на пельмени готов сейчас отделю часть на пельмени часть на ленивые голубцы и часть на манты и будем лепить так рис я замочила уже влагу он впитал помыла замочила капусту мне муж на шинквал но правда крупно сейчас я еще раз по шинку и помельче тушь на ленивые голубцы это очень крупно ладно шинкуем капусту и будем делать ленивые голубцы сначала капусту я вот так вот мелко на шинкова сейчас будем смешивать все это здесь возьмем часть фарша которую у нас уже смешанный лук и все на свете тут уже смешано сюда добавим капусточки все это сейчас перемешаем почти с вами уже перемешали и сейчас мы сюда добавим еще рис рис у меня заранее был замочен дальше вода здесь есть и поэтому добавляем почему решила сделать еще ленивые голубцы я читала ваш комментарий что настя зачем ленивые голубцы делаешь не делай у меня просто ильюша приехал домой как вы знаете он попросил чтоб я ему с собой наделала ленивых голубцов поэтому делаю и мои тоже любят кушать их это мы делаем ребят делаем можно еще даже немножко фарша добавить побольше чтобы больше мясо чувствовалось не считайте наши ленивые голубцы останется им придать форму и положить в морозилку и будет готовы очень быстрый рецепт и очень вкусный детям мы им например очень нравится что старшим что младшим и знаете что выгода в том что из малейших продуктов мало мяса да например добавишь туда вот капусту рис и получается целый тазик все давай машинка по дуночки мы сюда сейчас будем формировать котлетки так еще один поддон давай давай еще будем формировать воду котлетки и будем убирать племени будете со мной лепить так вот такие вот котлетки делаю небольшие и на поддончик замораживать будем их получается из этого тазика очень много ленивых голубчиков сейчас сделаю покажу что и сколько вышло так в морозилку я уже убрала два подноса которые мне прислали вот здесь вот еще остаточки сейчас убирает в морозилку и потом дальше наверно займусь делать пельмени до пельмени сделаю а потом уже мантами или манты сначала сделать сейчас решим так сейчас начну заниматься ребята тесто тесто вот так вот тесто стояло как вы помните вот оно сейчас я стол припудрю и буду тесто вываливать все прилипло долго лежало тесто немножко его еще помесим помесим не самое то будет наполосни не хочет у меня нормально машинка работать по ходу дела я без машинки останусь слышите какой звук издает ничего не можем сделать машинкой тесто сюда буду убрать часть теста сейчас отрежу буду раскатывать тесто будет сама раскатываем и делаем тесто ой пельмени сейчас раскатаю покажу так все тесто я раскатала сейчас припудрю вот эту штучку тяжелее припудриваем чтобы тесто не прилипало и сейчас тесто мы будем на нее улаживать с вами вот таким вот образом и немножко вдавливать туда пальчику только чуть-чуть сейчас давайте идите я вам покажу сейчас у меня дети будет укладывать сюда фарш вот таким вот образом по чуть-чуть вот так вот по чуть-чуть аккуратно чтоб не лука нет это мало так все детки мои мясо уложили сейчас это отставляем раскатываем еще один пласт для того чтобы сверху уложить все дорогие друзья раскатала я тесто и уложила уже сверху и сейчас чё делаем прокатываем сталкой немножко прокатываем и наши пельмешки считаю уже почти готовы лишнее тесто мы убираем лишнее тесто мы отлаживаем и сейчас еще раз прокачу тут хотя не надо и сейчас просто вытряхиваем пельмени тут даже ничего делать не надо они сами выпадают хорошо потому что мы с вами хорошо что сделали припудрили эту штучку самая классная вещь для пельменей все считаете смотрите наши пельмени готовы сейчас вот так вот сложим аккуратненько потом уберем на противень и в морозилку вот такие вот домашние пельмени мы с детьми делаем напишите кто также делает будет очень интересно ладно я продолжу делать с детьми а потом вам покажу все что получилось так муж занес мне доску сейчас ее припылю и примене будем укладывать на доску я ее пленкой обделала чтобы и сейчас вот таким вот образом будем укладывать так первая партия у нас готова сейчас буду делать вторую так первый лист готов пельмени но я продолжаю дальше делать так 2 большой противень готов честно устала и время уже три часа ночи так эти сейчас тоже уберу и тесто у меня еще осталось сейчас остатки доделаю и пойду уже спать ладно ребята сейчас доделаю уже без камеры остаточки эти сейчас куда-то уберу еще придумаю муж сейчас на улицу разбужу вынес противень с пельменями вот с этими но я буду дальше делать все дорогие друзья укладываю последние пельмешки из остатка сделала мини манты такие получились и сейчас вот эти вот остатки пельмени укладываю на противень и уберу и пойду спать фарша конечно у меня осталось ребята еще ну сейчас что-нибудь придумали заморожу так прямо или же нужно фрикадельки по идее сделать но сейчас уже что-нибудь это неохота делать уже время три часа ночи спать охота просто наверно заморожу а потом следующий раз перекручу капусту и сделаю щуплю менее мясо капустное так что вот так вот спина у меня болит до чертиков и маша в туалет стал маша проснулась видать из-за меня не дает мама вам тут спать до пельмени левит а это маша с края манты это из остатков теста просто я делала которая нужно было что-то сделать на лист на железный не хватало я решила такие минимум сделать что тут путью 2 4 6 8 10 4 16 штук и вот применение все ладно сейчас убираю и спать все и вот это вот сейчас фарш уберу в пакетик и в морозилку все дорогие мои убрала все иду спать вся в муке хотя уже умылась что-то видать нос плохо помыла все есть вам понравился сегодняшний влог не забывайте поставить мне пальчик вверх подписаться на мой канал всем желаю всего самого хорошего всем гору спокойной ночи всем пока пока